Сейчас будет много хороших вещащих кадров И вы это увидите Мам, пап, привет! Я скоро вернусь Да он сейчас полетит Ручки расправь Это мать драконов настоящая Что творится? Что это за пенсионеры? Сейчас поднялись, да, и спускаться будем вот по этой дороге Ой-ой-ой! Вот это место падения метеорита Там огромный кратер Его никакой ядерной бомбой не сделают Но вид просто фантастический Ребята, ну что, мы прощаемся с этим замечательным местом Просто был офигенный отель Такая машинка за нами приехала И сейчас мы с вами отправляемся на зиплайн Где мы будем сейчас на тросах лететь У меня уже было один раз такое приключение Когда я оторвался с парашюта Ну, надеюсь, в этот раз у нас все пройдет нормально, гладко И оторвется кто-то другой, а не я Я думаю, что у вас все будет хорошо Ну, еще раз хочу вообще сказать, что Главрыба Это просто вот прям мега место Ребят, если вы будете в Дагестане, обязательно здесь побывайте Какая кухня, какое отношение людей Вот серьезно, все меняется Прям вот ваше впечатление о Дагестане Если вы здесь не побываете, оно будет неполным Поэтому приезжайте в Главрыбу Живите здесь два дня минимум И получайте удовольствие Главное, от гурмантура, наверное, от еды У нас сам управляющий гостиницей везет Вот сейчас вот к нашим машинкам Мы подъезжаем И вот он мне сейчас рассказал, что вот это все Все вот это Главрыба Это как раз место одного То есть хозяин здесь один И он сделал все, наверное, рабочие места 400 человек здесь работаем Несколько районов, да, здесь Несколько районов, да? Да С нескольких районов на 8 маршрутках сюда приезжают рабочие Я прям хочу сказать большое, огромное спасибо вашему хозяину Как его зовут? Спасибо Абдурашид Вот Прям Абдурашид Я не знаю, как на вы, как это вот, как это звучит, да? Но вы просто огромный молодец И я буду рад, если в России будет так много таких людей Которые делают хоть что-то для своих сельчан Спасибо большое Вам спасибо большое Всего хорошего, удачи вам Сейчас будет много хороших вещащих кадров И вы это увидите Вы готовы к диплайну? Всегда готовы Чистя, встречай нас Главный во всей этой истории Главный во всей этой истории А, как это называется Не поворачивался Владимир Николаевич Как у нас трой? Тяжка Тяжка? Полетите? Куда? Нет? Нет, что? Шли мы, шли и наконец пришли Видон просто фантастический Воу, вообще просто мега офигенно Дэн, это, с завещанием как-то вообще На камеру скажи Машинку кому? Машинку кому? Люблю жену, ребенка, вас всех тоже люблю Ну а что с завещанием-то? Машинку кому? Какой? А это моя проката Да, е-мое, е-мое Вот и еврей, а! Держитесь за эти ручки Так И когда будете олицать, вы не понимаете ноги Собранно Голову храняете, потом сказали Пока! У-у-у-у-у-у Красавчик! Мам, пап, привет! Я скоро вернусь. Понравилось? Да, да. Самый интересный этап. Когда ты, так сказать, на финише приземляешься, ты идёшь на скорбь и не понимаешь, что это восстановится, а там всё продумано. Так, Андрей Сергеевич полетел. А, ну что будем делать? Сначала оденем снаряжение, как говорится, дожди, а на дороге нет. Держите за эти ручки и когда будет долетать, поднимаете ноги с сухой и голову храните налево, на ту сторону. Без милля, счастливого вам валюта, давай! Нахер я это сделал! Ой, как страшно-то! Ну, вид, конечно, вообще офигенный, ребят. Правильно, качайте руки. Стою куда-сюда? Да. Опа! Блин, ребят, я это сделал, я красавец. У меня полные штаны абрикосов. Ну вы знаете, что Кавказ Дескавер не даёт нам скучать. С утра мы полетали на зиплайне. А сейчас мы с вами едем в ещё более крутое место. Мы будем носиться на катерах на каньон. Ну, как всегда, во всех Савдеповских времена, как только на тебя надели форму охранника, сразу ты становишься волком. Самым главным. Да, самым главным. И вот здесь, вот видите, здесь надо всем пассажирам покинуть машину. Чтобы пройти. Мы не снимаем. Так что всё, ребят, не снимать. Ну вот мы прошли контрольно-пропустой пункт. На самом деле, знаете, больше цирка, чем... Выйди, прохожи, паспорт. Всё, короче, я ещё раз говорю, как форму наделся, значит ты уже что-то можешь сделать. Въезжаем в очень страшно стратегический объект. Весна, время открыть. О чём мечтаешь ты? О свободе? Приключениях? Тогда смотри сюда. АТВ Армор на Дубнинской представляет полную линейку кроссовых эндуро-мотоциклов марки BSE. Это оптимальное сочетание цены и качества. Консультанты АТВ Армор помогут выбрать мотоцикл, который подойдёт именно тебе по всем параметрам. А мастера компании позаботятся о ремонте и обслуживании. Подготовят твой байк к условиям тяжёлого бездорожья. А теперь я обращаюсь к тебе, любитель прокатиться по ровному асфальту. Обрати своё внимание на индийские мотоциклы Bajaj. Это умеренный расход топлива, комфортная посадка, компактные габариты и хорошая управляемость. Всю линейку мотоциклов вы найдёте в мотосалоне АТВ Армор. Это модели с двигателем от 150 до 400 кубических сантиметров. Приятный дизайн и высокая надёжность. АТВ Армор – твой надёжный партнёр в покорении любой стихии. Дэнчик, куда мы приехали? Кататься на скоростных лодках. Погнали! Как этот орёл! Всё, погнали! Снимать тебе будет удобнее спереди. Мы готовы, Сергей Иванович? Конечно, я же, это Армор. АТВ Армор! Давай, мы готовы! АТВ Армор – твой надёжный партнёр! Что творится! Субтитры грабны! Ребят, мы находимся в каком-то каньоне, не помню, как он называется? Сулакский каньон. И мы вам передаем привет от чехских проходимцев и от Кавказ Дискавери. Всем привет! Уху! Огонь! Ну честно могу сказать, прям мега офигенно! Обалденно, да! Это как? Да просто супер! Попробуешь такую свою? Дома-дома приедем, все закрутимся, будем пробовать! Я вот до сих пор не пойму, нахер мне это надо! Ну что могу сказать, да, экскурсия, она как бы вообще прям стоит того, прям на самом деле это очень круто! Да, здесь главное держаться! Это что тут за такие эти? Что за пенсия тут едет? Что это за пенсионеры? Да, пенсионеры! Да, я так понимаю, что сейчас мы будем спускаться, вот мы сейчас поднялись, да, и спускаться будем вот по этой дороге. И вот Эллингой, да, если на самом деле, да, если на самом деле, посмотрите, вот если сейчас прорвет эту плотину, вот это все, вот это все. По Павл-Дагестан, наверное, сможет все-таки. Да, так что будем аккуратно ехать по плотине, чтобы ничего не случилось, а то, где чеховские, там какой-то геморрой. Вот посмотри, просто, да. Мига себе! Внизу, видите, селение, вот серпантины идут, они, селение Зубутли, Зубутлинцы, и вот эта чаща, роща, там идет растение, деревья, это айва. Все деревья айвовые. Компот потом. И компот, у них фирменное блюдо, берут тыкву, тыкву берут, вычищают, шпигуют ее айвовой, там сахар, там так далее, и в эту печку. Запекают, да? И такой деликатес. Что там случилось-то? Как говорю, страшно, когда вы так вырисовываете, кажется, что у нас сейчас завалится. Ни хера, страшно, когда мы в повороты заходим, когда мы уже чувствуем, что она валится. И все, мы поднимаемся в горы, пришлось остановиться, немножко поддеться, в правильную одежду. И, соответственно, сейчас пройдем. Ну, что мы сейчас видим, что мы снимаем, видите, у нас там такая куча грозовых облаков. Надеюсь, или, наверное, так, мы уже сами, наверное, хотим, чтобы был дождь. Потому что все впыли, ехать очень сложно. Ну, еще у нас какая-то штука случилась. Дим, что это такое? Подшипник, да? Вот едет наш спаситель, так сказать, троллейбус. Что случилось? Что случилось? Спасатели вызывали? Да, вызывали. Чип и Дэйл, здравствуйте. Здравствуйте, Чип. Мы не только спасатели вызывали, мы вызывали официального дилера. И он как всегда, всегда, вовремя. Что случилось, Дэйл? Случилась беда. Какая? У ЦФ Мото отвалилось колесо. Какого? У Красного. Ну, одно место, одно место у вас есть, но я хочу жену перестанить поступаем. Все, Наталья Юрьевна покидает ЦФ Мото, поедет в троллейбусе. Все, уехала моя любимая. Уехала. Уехала. А мы остаемся здесь снимать вам офигенные кадры. Ну что, ребят, вот так вот мы проторшнили примерно там два с половиной часа. Потому что, видите, колесо у нас какое. Но мы команда, мы своих не бросаем. Мы как-то говорили, что Кавказ-Вискаври сейчас привезет туда запчасти. Вместо там, где мы будем, мы должны поесть. И, соответственно, сразу же его починят. В Гваныше были запчасти. Ну, запчасти как раз. Да, ЦФ Мото есть всегда. В наличии у Кавказа-Вискаври и у этого армата. Так, ну где? Где этот человек? Где этот самый дорогой сейчас человек? Где он? Съели, Андрю. Да ты что? Да ты что? Какой ужас. Пойдем покажешь лучший шеф-повар Дагестана, что же там осталось. Открывай. Ну, как-то дымно очень. Это не дымно. Пар. А, это просто пар. Пепло. Ой, ой, ой. Так что, ребят, внутри ее в принципе везде. Это когда что, что? Кутроциклисты все выбирают правильную одежду. И я вам советую выбрать ее тоже. Знаете, как он что-то делает? Прям вот просто прикольно. Если ты сидишь, пьешь горячий чай. Володя, можно помочь. Прикольно теплая одежда. Может, в следующий шеф-повар Дагестана? Да, вам не продувает. В следующий шеф-повар Дагестана, выбор за вами. Кому-то подходит по своей, по фигуре. Кому-то подходит вот такая вот одежда. Но лучше всего по всем, по любым фигурам, любая фигура, любая фигура, сидит, конечно же, в интернете. Лучшие, советую только лучших. Кстати, ребята, приехали, разбили палаточку, все приготовили. Наша задача была только доехать. Сейчас вот так, привезли сразу же сломанную машину. Они сейчас сюда притащат техничку и сразу ее починят. Вообще же круто! Не надо больше ничем заморачиваться. Мы сейчас сели все и уехали в отель. Ну, а они будут дальше здесь заниматься починкой машинки. Круто! Смотри, перевалили через перевал, пыли мы вон там. Там еще идет лень. Ну, а у нас уже здесь только накрывается. Руководство не облагаетесь сюда. Сейчас я нас тоже опять покрою. Ну, что там, Лех? Какой маршрут у нас еще? Долго? Ну, вот, проехали сейчас через Альпийские ворота. Да! Такой очень высокий перевал. Ты видишь, какая погода. Тут биться нормально метров пять. Смотри, что-то. Вот. Ну, вот, как бы так. Я так еще вижу. Да, пока что едем в облаках. Еще часика, полтора сочек. Нет, ну, мы остановились, ждали. Я еще сверху кричала. Они куда прямо уехали. Они не повернули вот этот поворот наверх, который крутой. Они проскочили, поехали прямо. А это кто был? За нами. Не помню. За нами кто? А, я болею. Там уже непонятно, кто был перемешан. Потом они разворачивались. Просто мы вас там стояли, ждали, а вы раз тут уже, вы уже здесь. Ну, в том-то и дело, что... Ваши друзья там стоят. Направо, направо и налево. Вы представляете, какая маленькая деревня. Все друг про друга знают, все быстро, все решили. А подожди, за нами же в ван ехал. Вот ты где? Дай откусить. Ну, я так понимаю, мы сейчас уже на территории Чечни, да? Правильно? Да. Это первый день у нас в Чечне. Да, первый день в Чечне. И вот так у нас называется отель. Выглядит все, конечно, помпезно. Ну что, ребята, мы заселяемся? Хочу вам показать номер в Чечне. Обычный номер. Прекрасный обычный номер. Все замечательно. Ой, здесь есть даже горячая вода. Да, мне кажется. Утро! Добрейшее господа! А что это значит? С нами будет удача! Где мы находимся? Расскажите, пожалуйста. В Чеченской республике, в очень классном отеле. Лиза скажет поподробнее, как он называется. Отель называется Кизиной, потому что рядом находится озеро Кизиной Ам. Оно вот прям за этим деревом. Водичка такая вот здесь, кстати, что в Дагестане, что в Чеченской вода именно бирюзовая. Ни, как сказать, ни синий, ни голубая, ни коричневая, а бирюзовый цвет обалденно. Видишь, когда только на картинке такой видел. Класс! Так, вам все, все заткнулись нахер, послушали, Дмитрия. Давайте в первую очередь я вас познакомлю, кто еще не знаком с нашим проводником по Чеченской республике, Турпал. Все вопросы не стесняемся, задаем. Турпал очень много рассказывает про республику, вообще про быт, народ. Вот поэтому бывают люди много чего неправильно думают, малоизвестно, где-то народу, там будет, наверное, общество, то есть задавайте вопросы. Турпал, вопрос такой один, да, конечно. А, скажи мне, пожалуйста, прекрасный день. Я в плане толстых? Все здорово. Скажи мне, а что так себе орут-то ночью? В страны, странный человек, слушай, а? Гуляют. Ты куда приехал, а ты чего хотел? Не, не раз, дарим вопрос, у тебя еще есть. Приехали отдыхать, и когда отдыхать у нас просто не мешают, к сожалению, нужно научить мешать отдыхать. Я сейчас, как бы, был прикол, просто приезд дал, кто-то, ну, жалуется, что кто-то, ну, все, ну, русские песни пел под окном. Мы сидят, что это наши же были. А их охрана не остановил, потому что они в гости. Сегодня пятый день нашего путешествия с Кавказ-Дискавери, и мы находимся с вами в Чечне. Встречайте, сегодня будет еще круче, чем вчера. Вот они аборигены. Хотел вам показать то, что, смотрите, наша машинка уже оснащена фарами. Вчера они очень-очень пригодились, вы это видели. Кофры, все кофры вот здесь очень вместительные, и нам вот, на самом деле, это очень помогает, потому что, что, мы туда закидываем вообще, мне кажется, все, да, Дэмно? У нас твои вещи, еще мы лизины возим, мы еще помогаем. То есть, у нас вещей там влезло очень-очень-очень много. Да, и самое главное, у нас есть маленькие канистры, там они вчера, кстати, тоже помогли, потому что мы останавливались в горах, и я уже просто не мог снимать, но и заправились. Это как папа завтра будет заправить. Огромный-огромный кофр, то есть у нас получается два больших кофра, вот этот вот кофр, свет, и все это входит в стоимость аренды. Стоимость аренды я не буду озвучивать, только потому, что вы это все увидите на сайте Кавказ Дискавери. Просто сделайте какое-то движение, зайдите, посмотрите, получите полную информацию, что делает Кавказ Дискавери для вас, чтобы вам было удобно и комфортно путешествовать. Вы готовы к этому? Готовы. Готовы. Поехали! Озеро Кизиной Ам, все уже поняли, Кизиной это уже своеобразный бренд. Озеро Кизиной Ам переводится к Эзен Ам, по-нашему, значит, наказанное жестоко, испытанное жестокостью и так далее. Выскочила вода как-то. На самом деле, эта легенда, она имеет, скажем, аналоги многих. Вот там вот такая вот большая яма впереди. Вот это место падения метеорита, там огромный кратер, его никакой ядерной бомбой не сделаешь. Представляешь, что туда попал метеорит, который привел к локальному землетрясению. Здесь оторвал вот эту гору, видите, гора Кашкарта в 3000. Вот этот кусок, видите, оторвал вот эту вот линию, оторвалась от этой скалы, запрудила ущелье, вот, то есть ударился об эту... Это галька, это все карстное образование этой горы. Пронесла запруда, вот сюда стекают две речки, Каухи и Каухи. Сейчас мы находимся в башенном комплексе Хой. Ребуква Хой означающая стражники, пограничники, защитники 800 лет. Эта башня была, и также она стояла 800, более 800 лет. Она была подорвана в 2000 году, ее снова восстановили. Например, здесь люди жили и 5, и 6 тысяч лет назад, доказанно, тут огромное террасное возделание зельми. Ну, понятно, не чеченцы были, но позже ледникового периода его заставал. Но этому месту уже около тысячи лет. Это очень важное, скажем, ключевое, наверное, звено, хотя с края оно сделать не может, единой сигнальной башенной цепи Чечни, Ингушетии, Сванетии и так далее. То есть есть линия башен, которая начинается отсюда и заканчивается Сванетии в Грузии. И один только вход, единственный вход. То есть границу таким образом взяли, чтобы он был защищаться. И чем отличается, что от Дагестанских гор, здесь мгновенно начинается зелье. Здесь очень богатые пастбища. Понятное дело, все хотели владеть местами, и задача была, грубо говоря, вот. Даже сейчас на Кавказах, в Кавказах, в Кавказах, в Кавказах, в Кавказах нет другого такого места, чтобы на высоте, скажем, тысячи высот до двух тысяч метров были востоками. Спасибо. 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 Мы добрались до обеда. Ну, хочу вам показать опять, в каком офигенном месте устраивают ребята обед. Вы посмотрите, как здесь круто. Не знаю, будет там слышно вам именно вот река, но вид просто фантастический. И там как раз Кавказ Дискавери. Ребят, вы представляете, в каком офигенном месте мы находимся, и сколько народу задействовал Кавказ Дискавери, чтобы нам здесь было хорошо. Посмотрите, вы просто, вот просто оглянитесь вокруг. Посмотрите, какое супер чудесное место. Да, здесь, смотрите, стоит уже палатка. Было бы, наверное, неполным рассказ вообще о Кавказ Дискавери, если бы не вот этот человек. Вот он все это дело здесь замутил. Все это дело поставил на рельсы, для того, чтобы вам всем было очень удобно и хорошо. Кавказ Дискавери – это не только Дмитрий. Вот смотрите, у нас есть Саша, повар. Сань, я рад тебя видеть. Что сегодня у нас будет, Сашень? Будет супчик горский и шашлычок от шефа. А на шашлычок у нас будет баранина, говядина и курица. Вот есть Андрюха, который, смотрите, делает шашлычок специально. Харвац. Вот, да, вот видите, даже это называется как-то вот так. Салат теплый. Вот. Кавказ Дискавери делает супер-мега путешествие. И это организовано специально для вас. Такого сервиса в России нет ни у кого. Он есть только у Кавказа Дискавери. Наверняка сейчас все будете рассказывать, писать, да мы лучше поедем одни, это будет гораздо дешевле. Вы посмотрите, во-первых, сколько народу задействовано, да, по поводу дешевле. А второй момент, вы посмотрите, вчера в горах у нас сломалась машинка. Вот вы поехали одни. Вы понимаете, что сервиса у вас нет, запчастей нет, технички нет. Это все надо будет делать лично вам. Здесь мы просто оставили машинку там, пересели в другие машинки и уехали. Вот именно за этот сервис, вот именно вот за такой сервис по еде, именно вот за такое отношение людей к нам мы и платим эти самые деньги. От вас надо просто не сидеть дома, собраться, позвонить в Кавказ Дискавери и сказать, я хочу путешествовать. И, кстати, наверняка, если вы скажете, что вы из Чеховских, будет 100% какая-нибудь скидка. И это чистая правда. Кавказ Дискавери красавцы. Турпал, куда мы идем? Мы идем к водопаду, красивому Новшкелуевскому водопаду. Изо дня в день, кстати, он оживает, мне кажется. Будем набирать энергии водопада. Говорят, программа обнуляется, все худше стирается. Так что вернемся оттуда малолетками. Пойдемте. Пойдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ребят, ну что могу сказать. Такой красоты вы вряд ли где-то увидите еще. Чтобы вот так вот прям вот, вы даже не представляете, какой здесь воздух, как вообще здесь чувствуется совершенно все по-другому. Вы посмотрите, насколько офигенная крепость вообще. То есть, посмотрите, там тысячи миллионов лет назад она была построена. Ну, где вы такой вид можете увидеть? Это как картинки просто. Это Шаройский башенный комплекс. Был вообще, это древний комплекс, но был восстановлен к 70-летию Ахмата Кадырова. Что впечатляет, как ровненько построены башни, заметь, да? Без, это как, без цемента? Без цемента, без раствора, да. Ребята делают для вас специальные такие вот места. То есть, не дают они вам отдыхать вообще. То есть, нисколечко не дают отдыхать. У вас не будет свободного времени. У вас все путешествие, прямо это, прямо на тебя, мимолетное мгновение. Почти 400 башен, они уже отмечены в реестре нашим архиоисторикам наследия. Они есть, поднимаются. Вот сейчас следующий комплекс наверх вот здесь, такой же большой будет отстроен. Тут каждую бугорку, вот, например, ту сторону, посмотрите, что там, что там. Видите, везде, каждый, везде тут, на всех этих цепках. Везде вот эти комплексы, да, эти крепости, очень много. Именно вот эта тогда динамичная защита, то, что маленькие крепости нападали и не давали здесь просто постоянно остановаться. Этим самым Чаровское обществе всегда было сильным. Вот то, что я там показывал, именно вот та самая перостворная гибкая кладка. А вот тоже установлены, да? Да, это все, этот комплекс установлен. Там на улице есть фотографии, которые были. Ну, тебе обратите. Я загадала желание снова оказаться с ними в путешествии. Мечты сбываются, это получилось. Следующее желание будет, конечно, таким же. Ехала, тряслась, детей даже не взяли, потому что думали, что будет сложно. И в итоге оказалось просто обалденно, классно. Супер трассер, супер организация, супер сервис. Хотел бы поздравить с юнишем. И хочу вам пожелать в следующий раз, да, слушайте проводников, потому что мы это говорим не для там самоутверждения, не там показать, какие мы крутые. Мы делаем это для чего? Чтоб вам обеспечить качественный отдых. Отдых. А самое главное, это безопасность. Ребята. Все наши пожелания, которые были в течение депедиции, они выполнялись в течение вот так вот щелчка пальцев. Мне очень понравилось. Дагестан супер, очень интересная локация. Один день в Чечне тоже пошел неплохо. Рекомендую этот маршрут. Это лучшее то, что есть на данный момент. Все супер, все понравилось. Организация от А до Я. Из минусов это количество еды, после которой прям, да, зашкаливало. После такого тура придется теперь на жесткую диету худеть, худеть. Возможно, мне не пустят на бой ближайшие. Две недели, потому что мне придется похудеть. Я, в общем-то, доволен с этой поездки. Правильно сказали, много очень еды. Я столько еды не ем вообще. С каждым разом, все, ребят, сервис улучшается, улучшается. Команда у нас в ООО. Механики у нас супер. Вот, машинки вообще кое-нибудь. Вот эти вот красоты, то, что мы видим, да, вы их из машины никогда не увидите. Это вот надо путешествовать на технике и смотреть, что вокруг. Потому что мы заезжали в такие места, где иногда думаешь, блин, смотришь на эту дорогу, как мы там вообще проехали. А мы проезжали, да, один у нас проводил. Я лично такие красоты видел только на картинках, там, на фотографиях. Но, наконец-то, у меня есть такая возможность, я могу это увидеть вживую. Хочу, на самом деле, вот за вас выпить, за команду, вот, Турбал, у тебя один гид, да. Самое главное, не сколько гид знает, а как он это может преподать, да. Ты это сделал на 5 с большим плюсом, тебя очень интересно слушать. Я это говорю серьезно. Я редко когда вот там слушаю, вмикаю, еще чего-то, потому что так вот скучно рассказывать, и мне становится неинтересно. А почему неинтересно? Потому что я потом через 5 минут забываю. Ты рассказываешь, интересно, тебе хочется задавать вопросы. Это очень классно. За тебя, мужики, конечно же, за вас, Димон, лучший, супер, желаю процветания компании. И, конечно же, хочется действительно новых маршрутов, чтобы мы с тобой не только в следующем году увиделись, а уже в этом году еще много-много-много-много раз. Ура! 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 Когда человек возвращает, я уже о многом говорит. Вот, Кавказ Дискавери, совместно мы будем делать как раз-таки 5-6-дневный тур, только по Чечне. Именно Кавказ Дискавери, потому что именно они достойны это делать. Я вижу многих и разных, которые приезжают, что-то стараются делать. Но это действительно компания, которая все, что делает, делает красиво. А вы есть те самые вестники мира, которые вынесете доброе слово. У каждого из вас, как говорит мой друг Юни, я говорю, им есть минимум 10 человек, таких же, как вы. Вы скажете о Чечне одно доброе слово. Возможно, они не забудут, кто сказал, но они еще 10 минут передадут. И вот это вот не сарафанное радио, а народная дипломатия донесет лучшее Чечне вот этих людям. Желаю вам успехов, блага во всем, чтобы вы не только сами, но и потом приехали и с детьми своими. Вот я здесь есть, я нескромно, без фауса говорю, за Чечню отвечаю. Любые проблемы, у Димы есть телефон, там или здесь, с чеченцами связано. Олег знает, мы умеем слушать друг друга, решать проблемы, и все получается гладко. Гость – это великое благо. Мы не просто слова, мы это чувствуем, мы это знаем. Спасибо за просмотр! Спасибо! Ребята, ну что, большое вам спасибо, то, что вы были с нами, то, что посмотрели все это путешествие, что наверняка попадали в «Кавказ Дискавери» и записались в «Кейтур». Ну, а мы со своей стороны будем вам рассказывать, показывать, что необычного происходит в «Квадромерии». Большое спасибо, что смотрели нас. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова